Привет, меня зовут Ренат, моя фамилия Умяров. Моя работа – «Придумывать». Мы сидим в кафе при Кино 1 фильм и являемся частью обновленного центра 1 фильм. Наша цель – сделать так, чтобы люди приходили к нам и напивались, и в кино не попадали. Но «Линфильм» об этом не знает, поэтому вы им не говорите, пожалуйста. Они думают, что мы помогаем продвинуть кинотеатр. Моя жизнь сейчас строится по маршруту «Линфильм-Комарова», и буду рад сегодня съездить с вами показать, что там вообще происходит. Вам понравится. Друзья, перед тем, как поехать в Комарова, я хочу вас познакомить с Константином Шаловским, человеком, который, во-первых, возле которого мы здесь находимся, а во-вторых, Костя возглавляет идеологический, художественный и всевозможный отдел, который занимается перезапуском «Линфильма» с уничтожением высоченного пространства. Помимо всего прочего, кто не знает, Костя создал, продвинул, сформулировал великий книжный магазин. Порядок слов. Основной магазин находится на Фонтанке, а филиал открылся вот здесь вот рядышком с экспозицией. Из таких независимых книжных проектов в городе мы, наверное, уже самый такой олдовый. Очень этого боимся, потому что последние пять лет такой лейтмотив как бы не превратится в баре и пушкинскую 10. То есть легендарные места, про которые все знают, но никто туда не ходит. Книжный бизнес, он, слава богу, не зарегулирован пока государством. Мы очень боимся, что это рано или поздно произойдет. Вот сейчас все регулирует, регулирует. После этого видео. Мишутил с пультом. Книжные забыли. Вот это и издаем уже мы порядком слов, потому что мы еще и маленькое издательство. Вот, например, книжка про декорации сталкера или стихи Диги Вертова. Это тоже издали мы. И это все, конечно, нон-профит истории, как и весь проект книжный порядок слов. Это максимально нон-профит. Где ценник? Бесценная вещь, ребята. Хорошая, хорошая. Стой. А где у нас ценники? Ну, в сеансах нет, но у нас просто... Нет, она нарушена. Рандома. Костя, ты из Москвы, ребята? Я думаю, тысячи полторы можно зарядить. Да, я пошел работать. Я сейчас всего и обратно на вечер увидимся. У нас в Петербурге есть знаменитый активист, ресторатор Женя Хельков, мой друг старинный. И он сейчас тоже с партнерами затеял бизнес на границе Репина и Комарова. Они реанимируют консультивистское здание гостиницы с названием «Косабланка». Это Женя Хельков. Мы должны бы с ним встретиться на границе Репина и Комарова и посмотреть его новый проект. Но Женя человек занятой и приниматель. Поэтому мы сидим в одном из лучших ресторанов России «Гармитов Джекс». Джекс – это Женя. И Женя нам расскажет, как получилось у него случайно или нарочно. А потом поедем в Репина и там посмотрим на новый проект. Проект. Давай, Женя, уже отдувайся за меня. «Гамлитон Джекс» – это ресторан современной русской гастрономии, который мы открыли в помещении бывшей ювелирной мастерской. Что будет на границе Комарова и Репина? Это будет проект «Автор». Автор будет находиться на территории музыкального фонда. Где в первом этапе мы построим ресторан, на втором этапе мы апгрейдим гостиницу, которая там уже существует. Она сильно морально устарела. В общем, морально устаревшую гостиницу нужно обновить аморально, да? Аморально ее уже до этого обновили. Туда как раз до этого приезжали парочки, которые не хотят светиться. А мы, наоборот, уже про семейные ценности, большие застолья, друзей, подруг, бабушек и дедушек. Ну что, Женя, спасибо тебе. Ну ладно. Спартак чемпион. Самое тяжелое в нашем деле – это вот ты все построил, сделал, придумал, не знаю, там, потратил свои чужие деньги, занял, убил, украл, я не знаю, там, все вот это ты сделал. Сидишь, завтра открытие, я думаю, как не хочется пускать сюда людей. Вообще никого. Ребята пытаются сделать мини-отель с рестораном на берегу залива. А мне это напоминает фильм «Фон Триер и Миланхолия», когда там был у них на этой полянке, там еще стройка идет, и я сидел, говорю, сейчас должен перелететь метеорит, и все хрятки, говорю, потому что, ну, это конкретно перебор. Есть поселок Комарова, ребята, на северо-западе нашей страны необъятнее. Раньше он назывался Келомяки, это финская территория, которую после войны сделали советской, и назвали Комарова, в честь академика. Там Сталин сделал из него такой номенклатурный академический поселок, куда впоследствии начали встречаться художники, артисты, писатели, музыканты, не знаю, там, Шостакович, Ахматовы. Все, что можно назвать интеллигентствами, интеллектуалами, опальными, передовыми, жили, отдыхали, работали там. На мой вкус главный продуктовый магазин сейчас прямо у станции, им владеет парень по имени Даня. Там есть какое-то вино нормальное, есть нормальное пиво, бутылка, которая спасала меня в пандемию. Маленький магазин, как может быть, на углу любого дома, в котором работают местные женщины и мужчины комаровские. Мне кажется, это обаятельно, правда, и нужна смелость, чтобы свалить из центра жизни и заняться торговлей продуктами на селе. Андреич, друзья, Даним Андреич, мой партнер по Чебуречной и хозяин учебственного магазина. Даня, ну расскажи, каково это бросить все блага цивилизации, приехать всего и заняться магазином продуктовым? Авантюрная история, потому что, как бы, когда у тебя нет опыта в данной сфере, это риск. Но поскольку все-таки семья, дети и свежий воздух сыграли свою роль, и мы решили покинуть город и переехать за город. За год работы в городе я понял, что мотаться туда-сюда это как-то нереально. И мы с Ленкой шли и поняли, что здесь негде купить вообще там приличные выпечки, приличных продуктов, что надо ехать куда-то в город. Он стоял пустой. Давай попробуем. Собственно говоря, все, поехало. Поскольку все-таки, да, опыт ивент-менеджера и не пропьешь, потому что понимаешь, что, чтобы сделать ивент, нужно это, это, это и это, я понял, что нужна продуктовая матрица. Значит, как бы, что здесь пойдет? Здесь рядом станция. Значит, как бы, летом здесь будет хорошо идти история, связанная с какими-то такими быстрыми, легко доступными вещами. Там, не знаю, снеки, мороженое, еще что-то. Дальше я подумал, что здесь живут дачники, люди. Что им еще надо? Это молочка. Бухло. Бухло, приходится тогда быть и заведующим, и грузчиком, и продавцом. Первые полтора года я стоял реально на кассе, как бы, в какие-то моменты. Я понял, что мне нужно все попробовать самому. Ну, чтобы понимать, как бы, вообще структуру. Даня, спасибо, что уделил нам время. Ребята из Москвы ничего не понимают, и вино у них там похуже. Но приходите, Комарова, станция, магазин, приобретайте. Каждая ваша копейка не пропадет. Точно совершенно. Давай, Батя, до встречи. В Комарова есть кафе «Фоманская роза». В моем мире оно было практически всегда. Саблиное буржуазное кафе на месте бывшей старой дачи, которая сделана с любовью, где не меняется персонал, где пытаются делать хорошую еду, где приятные ребята, но со своим характером. Алексей Алексеевич Герман, знаменитый режиссер, недавно в фейсбуке написал, что «Фоманская роза» — это главное богемное место Комарова. Был вот сначала этот домик, который, поскольку я занимаюсь интерьерами, декорировали, обустроили как могли, и сначала мы работали в этом домике. Даже на той кухоньке, которая здесь, по-моему, два на три, мы готовили. Полюбилось это место сразу местным людям, а потом вот построили этот, как я называю, сарай. Дизайн я делала совместно с моими подругами Оли Стебаковой и Леной Бомыш. Конечно, перебить такое стандартное мышление — это очень сложно. Салат «Цезарь», оливье, шашлык, что там еще в этом джентльменском наборе. Поэтому у нас все-таки не массовая история. Но тем, кому понравилось, они к нам ходят годами. Вот, собственно, все. Был момент все-таки Комарова, правда, знаковое место, писатели, композиторы. Потом какой-то был провал. И публика, наводнившая Комарова, ну, мне, по крайней мере, не очень нравилась. А вот последние два года, в том числе и благодаря Ренату, что-то стало меняться в лучшую сторону. Мы устраиваем танцы. Приезжайте к нам на танцы. Но нарядные. Нарядные. Этот сквот главный Комаровский держат Петя Бергер и Митя Симоновский. Собственно говоря, Митя там работает в том числе. Петя просто обалдеет. Мне кажется, что посмотреть на типовую дачу модели той футер-жуа Ахматовой, такие финские домики классические, было бы всем интересно. Митя там бабки заколачиваются и небольшие. В 18-19 году в Голодном Петрограде началась советская школа перевода, которая привела к тому, что очень многие важные литературные произведения мировые стали частью русской культуры. И мы как раз-таки стараемся продолжать эту традицию и просто перелицовывать какие-то иноязычные вещи, а пытаться вплести их в ткань родной культуры. А что, хлопотно это? Это весьма хлопотно, но наш формат, который, в общем-то, позволяет нам никуда не торопиться, над нами не давляет никогда сроки, мы делаем все в своем темпе, позволяет нам делать это настолько качественно, насколько это вообще возможно. Люди, которым интересно попробовать себя в роли литературного переводчика, могут, конечно же, прийти в нашу мастерскую. Вы, присоединившись к нам, становитесь частью большой команды переводчиков, которые работают над очередной небезынтересной книжкой. Например, сейчас мы переводим довольно актуальный эссе Олдоса Хаксли. Рекомендуешь ли ты, молодежь, идти в ряды переводчиков? Поскольку процесс-то чрезвычайно трудоемкий, то время и усилия — вот главный ресурс. Если вы можете себе позволить этот ресурс потратить, то welcome вас ждет успех. Наш основной проект родился во время пандемии. Он находится в Комарово, называется «Ларисочная». Это такое странное бестро с чебуреками, настойками, коктейлями. Комарово — это такой буржуазный поселок с интеллектуальным налетом, что-то вроде Никольной горы или переделки в Москве. Но весь общепит там такой достаточно строгий. Там очень мало мест классных, действительно. То есть там либо какая-то большая гинза, либо что-то большое еще. Там «Приди, поймай рыбу в пруду, привет конкурентам». И мы решили, что нужно сделать что-то такое расслабленное, дурацкое, богемное. То, что соответствует духу поселка на самом-то деле. Вложили немного денег. В общем, оказалось, что людям просто нужно сделать в сарае чебуречную. И все газеты, журналы, камеры приедут с тебе об этом спрашивать. Гордиться особенно нам нечем, я вам честно скажу. Ну, мы постараемся делать хорошую еду, хорошие напитки и быть неформальными, независимыми, странными. И продолжать жить в этой стране. И делать здесь свои небольшие денежки. Сегодня мы наслаждаемся жизнью. Поэтому предлагаю выпить. Просто предлагаю выпить. Пока, ребят. Есть две особенности. Я очень общительный и я занимаюсь публичными местами. Поэтому для меня, когда я знаю человека лично, это ничего не значит, потому что я знаю слишком много людей. И бывает, что я иду и с этим местом здоровается, а я понятнее имею, что это за человек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!